Денис, спасибо за доклад Спасибо вам, что пригласили Интересно было, но не все вопросы задали онлайн Кстати, вопросы, которые задали, очень хорошие вопросы У нас аудитория просто Я помучусь сейчас еще немного Смотри, что было бы интересно узнать, наверное, тоже и слушателям, и мне Вот есть бизнес-процесс Да Как мы знаем, у него есть вход, выход и управление Ну так, по классической истории Ну, допустим, на выходе пока не трогаем, какие-то результаты мы получаем, деньги, что-то Вот меня было бы интересно послушать твое мнение по поводу, что вы конкретно как конкурс получаете на входе обычно от клиента Сложно ли это получить, что это такое И с управлением понять То есть, допустим, когда вы агентство, вы работаете с компанией Вот что на входе, как вы этим управляете И как сама компания работает с вами, управляет этим бизнес-процессом Получается, что, по сути, получается два управления Одно вы, другое со стороны компании Ну, я могу сказать, что твой вопрос намного круче, чем вопросы, которые задавали слушателям Я могу сказать, что вот эта работа на входе, это вообще работа, от которой зависит все И я знаю, что вы делаете большой акцент на аналитику, на изучение бизнеса И мы делаем очень большой И самое главное, знаете, я недавно на сайте одной компании, очередной, которая занимается нетмарксингом Я узнал, у них такое предложение Напишите нам историю про свой бизнес, там, ну, два слова И мы вам составим календарный план с прогнозом возврата на инвестиции и так далее Бесплатно за один день И я понимаю, что мы делаем это два месяца Мы берем за это много денег И мне становится стыдно То есть у меня два варианта Либо мне стыдно должно быть очень, что я беру за это деньги и трачу на это два месяца Либо вот рынок все-таки, он пока еще очень мало понимает, как это должно работать Мы очень много разговариваем Вот я могу сказать, что вот эта информация, которую мы получаем на входе Это, как правило, диалог с клиентом, с его сотрудниками, менеджерами, которые занимаются продажей Есть огромное количество примеров, когда мы разговаривали с руководителем бизнеса И он нам говорит, ну вот у нас так все Потом мы идем вниз и говорим, нам нужно поговорить с менеджером по продаже Менеджер по продаже нам рассказывает совершенно другую историю Мы говорим, а что вот волнует ваших клиентов, задаем вопрос руководителям Он говорит, им только цена и так далее Спускаемся к менеджеру по продаже По продажам он говорит, слушайте, ну про цен у меня вообще, мы потом про это не говорим А когда ты начинаешь говорить с клиентом, мы реально разговариваем с клиентом Мы приезжаем, мы едем в разные города и разговариваем с клиентом Звони ему, пишем письма То выясняются вообще какие-то совершайшие детали Нам многие клиенты говорили, что ну в общем все, вы аналитику провели Нам уже достаточно информации для размышления Мы пошли думать Потому что вот это та информация, которая на входе И этого очень много часто не хватает рекламному агентству Они мало вопросов задают А вопросы, они вот эти самые правильные вопросы Не сколько клика вы хотите получить, сколько денег вы хотите заработать Не что ваш клиент кликает на какую кнопку на вашем сайте А что вашего клиента волнует в вашем предложении Что его смущает, какие у него возражения Какие риски он оценивает, когда принимает решения Особенно это в B2B-компании Там столько должно факторов сойтись, чтобы к вам обратились Все сложно Подписали договор, что я могу сказать, что вот по поводу управления Тот, кто говорит, что он управляет процессом, на самом деле может процессом не управлять Вот, вот, вот В этом и есть проблема в основном И часто достаточно Мы, например, я честно вот признаюсь, это на камеру Очень часто нам приходится вот заниматься такой политикой Когда мы сначала делаем то, что кажется нужно тому, кто на самом деле дает деньги Он понимает, что да, окей, мы круто получили Он свое эго удовлетворил И мы начали заниматься реальной работой А потом оказывается, маркетолог не маркетолог А бывает такое, что вот тот, кто управляет процессом Честно могу сказать, мы тоже с этим сталкивались Тот, кто управляет процессом внутри компании Я сейчас говорил тоже об этом на выступлении Он заинтересован в статусе КО Ему не нужно ничего менять Иначе, если ему что-то начинаешь менять Он проясняются какие-то детали И он, и любой тебе вызывает вопрос Слушай, подожди, а почему мы только что посчитали Роми И он получился отрицательным А ты что здесь 4 года делаешь? Ну да И вот в этом смысле тот, кто управляет процессом внутри компании Уже до нас, вместе с нами Он не всегда нам помогает Приходится выходить на руководителя Приходится действовать как-то Но эта политика, эта сложная Именно поэтому, я могу сказать Именно поэтому мы тратим на это время Именно поэтому мы берем за это деньги Потому что это сложный процесс Но только если этот процесс Вот эта входящая информация Если этот процесс правильно провести Если насытить на нашу голову Правильной информацией Достоверная информация о клиенте То результаты будут А если Куча запросов У нас есть 500 тысяч рублей Нам нужна контекстная реклама Ну, это вам не нужно Все понятно Да, действительно Вот на нашей практике удивительно Не столько от денег Зависит от бюджета Сколько вот Большей даже степени Вот этого управляющего человека Со стороны клиента Когда весь проект рушится Просто на корню Даже когда есть инвестиции Да, вот это вот Особенно в крупных компаниях Это настоящая беда То есть компания там Месколько миллионов, миллиардов Я уж не знаю чего И там маркетолог, не маркетолог Бренд-менеджер, не бренд-менеджер И никто ничего не знает Не понимает И вот мы как-то Не знаю, как вы С крупными компаниями Мы уже зарекаемся работой В последнее время Бардак там настоящий творится Не везде, но очень часто В крупных компаниях Немножко другая ситуация Там просто у них Не стоит вопрос о выживании Да, да, да То есть не стоит деньги зарабатывать Именно так И у них стоит вопрос Просто вот У всех всем сохранить лицо Нужно Ну да Я хороший Да, да, да И иерубейцы хорошие И все хорошие И перед советом директоров Надо отвечать И все должны быть хороши Поэтому в данном случае Но я могу сказать У меня есть случай Когда, например Мы приходили в компанию В крупную И там за маркетинг Отвещал пресс-секретарь Да, да, да Пресс-секретарь Я говорю Ну, а ты пресс-секретарь Ты что делаешь? Ну, как делаешь? Пресс-релизы Все дела А за маркетингой отвечаешь Ну, как отвечаешь? Я отвечаю Ну, да Классическая Классическая Я могу сказать Что мы даже Я не знаю Как вы работаете Но мы Одна из наших Работ, которую мы проводим Мы убеждаем клиента Чтобы он нанял человека Да, да Мы даже тоже нанимаем Мы делаем Мы собеседование проводим Мы отбираем эти люди Это же просто невозможно работать Когда Ты задаешь вопросы Там с той стороны Молчание Потому что Тебе на вопрос Может ответить Либо пресс-секретарь Который ничего не знает Либо владелец бизнеса Который там Разговаривает С советом директоров Круглые сутки И там Управляет Ему не до нас Ну что ж В принципе Это абсолютно Я смотрю У вас те же самые проблемы Что у нас Я говорю Последнее время Мы даже дошли А то что Уже говорим Этого уволить Этого нанять Ну потому что Действительно Работать невозможно Тут я полностью Мерокладитель звонит Говорит Так Ты мне скажи Как вы уволите Да Как я могу Удивительно Что мы интернет-маркетинговые агентства По идее Это не наш кусок Да Как бы Вот это всего Бизнес-консалксинга Скажем так Но приходится В России им заниматься Хорошо И нам такой Заключительно Обширный вопрос Сейчас на рынке Появляются Такие Скажем так Агентства Компании Которые занимаются Тем Что они заявляют Что мы строим Продажи через интернет Звучит в принципе Изменяемо Все нормально Все хорошо Но Когда начинаешь Разбираться В их подходе И у их клиента Оказывается Что ребята Занимаются чем Они создают Посадочную страницу Для какого-то Одного монопродукта Или моноуслуги Берут Один моноинструмент Ну например Контекстную рекламу Как правило 50 миллионов рублей Ну хорошо Может быть Даже всаживают Проблем нет никаких Приводят этот трафик На эту посадочную страницу Этого монопродукта И считают Заявки с этой страницы Звонки Ну в общем Такое нехитрое дело В принципе Хорошо То есть Сделать посадочную страницу Надо уметь Дать контекст Надо уметь Все нормально Но Когда Например Мы приходим В компанию Допустим Сегмент Особенно B2B Где стоят Целый веер Целей И нет Как правило Никакого монопродукта Одного Кредит Кредит в банке Например Которые нужно взять Срочно отдать Вот тут начинаются Вопросы Хотел твое мнение Узнать по поводу Вот этой схемы Повышения продаж Скажем так Построения продаж И все таки Про аккомпанирующие Цели к продаже Бывает так Что действительно Есть такие клиенты И достаточно много На самом деле В принципе Резкое повышение Продаж через интернет Не стоит То есть Им стоят Какие-то другие Аккомпанирующие цели Вот что про это Можно Просто Могу Могу бы рассуждать По поводу Вот этих всех компаний Это к сожалению Наше клеймо Инфобизнеса Которое вот оттуда Пришло Я ничего не имею Против инфобизнеса Но Как бы Инфобизнесовые тактики Нельзя применять Везде Они работают Для инфобизнеса Я сделал видеокурс И туда гоню трафик И мне этот видеокурс Покупают Ну все Дочитно И B2B И не B2B Все намного сложнее Простой пример Мы посчитали Такую финансовую модель Сделать для одного Нашего клиента Не B2B И B2C Ну так вот Очень крупная В топ 3 Управляющая компания Которая занимается Управлением Пифами И мы прочитали Финансовую модель И я говорю Смотрите Здесь есть такое поле В Excel Здесь такое поле Которое называется COE Customer Lifetime И смотрите Мы здесь меняем Полтора года На два года И вы зарабатываете На Сколько-то Не помню 100 миллионов Больше И такие смотрят На это И я понимаю Что Здесь не надо Вот входящий поток Увеличивать Здесь надо просто Поработать с тем Что клиенты от вас Не отваливались Через год После работы А PIF Это вообще история Не про год Это история Про долгую Долгую Вообще история Если маркетинг Не справляется С тем Чтобы клиент Там не только Маркетинг Но маркетинг Может этому способствовать Увеличить Lifetime С полутора лет До двух лет Не так сложно Нужно просто Грамотно Коммуникацию Как-то с клиентом Объяснить ему Обучить его Как-то его подготовить К тому Что это долгая вся история Регулярная история Долгая история И вот это как раз Зачем здесь строить Продажи Через интернет Надо увеличить Улучшить один показатель Причем Можно это сделать Бесплатно То есть надо вложиться Просто Надо подумать Что у нас мало Хочем делать И работать над этим А уже потом Когда у нас Lifetime value Увеличился С полутора лет До пяти Можно туда Поток Хоть можно Посадочную страницу Делать Ничего страшного Но приоритеты Немножко другие А по поводу Веера задач По поводу того Как аккомпанирующую Задачу решать Я могу сказать Что Опять же Получили мы Вот это количество Заявок И звонков И вопрос Дальше Встает с тем Что с этим делать Потому что Во-первых Мы С производственными Нашими мощностями Можем с этим Не справиться Это раз И агентство Вроде бы Выполнило Свои задачи А компания Компания От этого только хуже А во-вторых Эти заявки И звонки Надо еще Конвертировать В продажи А в продажи Это все По особенности В B2B Конвертируется Не потому что У нас Спасательская страница Не магическим образом В общем А потому что Компания Есть У компании Например Этроспективный анализ Который проводит Менеджер Со стороны клиента Показывает Что компания Аккуратно работает Со своими клиентами Ведет с ними Какую-то коммуникацию Пишет им Пишет им какие-то письма В социальных сетях Отвечает на запросы И человек Который Особенно принимает Решения Особенно в сфере B2B Он на все это смотрит Если вы это не сделаете Это и есть комплекс Интернет-маркетинга Это и есть комплекс Интернет-маркетинга Если вы этого не делаете Вы получили звонок Заявку Человек Хорошо Он вам позвонил Он с вами связался А потом Смотрит на вашу На ваш сайт И видит Что там Все как бы Так Достаточно Странно Потом он смотрит На ваши кейсы И понимает Или например На вашу портфорию И понимает Что нового Вы в общем-то Он Как бы Вы ему не поможете Потому что вы Для других компаний Работаете Например Или он смотрит На вашу страницу В социальных сетях И видит Что там куча Гневных отзывов И на них никто не реагирует Нету никакой проблемы Друзья Никакой проблемы В том Что вас кто-то не любит Или кто-то недоволен Вашим продуктом Вы должны на это реагировать Работать с этим нужно Вы должны с этим работать Потому что Если человек чувствует Диалог Он даже Он может из вашего противника Превратиться в вашего союзника Если с ним поговорили Вот этот вопрос Разговора Судили Вообще странно Вот как раз про то Что я говорил И на входе надо разговаривать И в процессе надо разговаривать Надо встречаться Разговаривать Надо что-то обсуждать Надо брейнсторгить И вот я могу сказать Что я недавно Совсем Начал проводить Частные консультации С клиентами Которым Наши услуги Дороговаты И они как бы Не готовы Так комплексно работать Но они хотят Какой-то получить Вот такой И мы с ними Например Просто 3 часа разговариваем Это там стоит Ну обмен опыт Это стоит Каких-то денег Это мое время Я за эти 3 часа Просто превращаюсь В мокрую тряпку Потому что я очень устаю Но этот разговор Просто разговор честный Когда я задаю вопросы Говорю А как вы думаете Ваши клиенты Они Брифинг такой Они кто Они что их волнует На самом деле А вот когда они приходят туда Они что в первую очередь Спрашивают А когда Мы вообще Про интернет маркетинговый инструмент И про мэдомички Не говорим Но на интернет маркетинге Это сказывается Наверное Тренд интернет маркетинга Это разговор Честный разговор С самим собой Это честность Честные процессы Прозрачные Ну и связанные Связанные с бизнесом Связанные с бизнесом Да То есть когда мы честно Говорим Что если я это сделал Я заработаю больше денег Или если я это сделаю Я стану чуть-чуть весомее Для своей компании Хорошо Хорошо, Денис Все, спасибо Как всегда Много практических примеров Все, спасибо большое Спасибо большое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok